Уважаемые друзья и зрители канала Любимого ТВ, рада вас приветствовать. С вами Татьяна Любимова, я природная ведущая. Мои обожаемые подписчики, рада вас приветствовать. И вам особый респект, как говорится. Особый приветище, приветик. И все те, кто подпишется, конечно, вам. Большая моя признательность, дорогие, за поддержку канала. И давайте сейчас будем приступать. Тема у нас такова, что хочет сказать вам ваш ангел-помощник. Ангел-помощник. И сейчас сосредоточьтесь на себе. Сделайте запрос. Как бы прям так и спросите. Ангел-помощник. К своему собственному обратитесь. Можно даже кто-то собственное высшее Я. Сейчас услышит. И мы посмотрим через ангелов. Обратитесь, что вам, какую информацию для вас сейчас важно услышать. По вашей ситуации, по любой или просто в целом. Можете пока на паузу поставить. И войти в особое состояние. Прочувствовать это состояние. Слиться с более высокими структурами, с частотами. Немножечко такое лёгкое-лёгкое состояние. Знаете, как убрать все проблемы сейчас ваши, которые есть на данный момент. Мысли. Сделать такую тишину. Услышать тишину. И на себе любимых сосредоточьтесь. Ну что, дорогие. Первый, второй, третий вариант. Приступаем. Первый вариант. Что хочет вам сказать ваш ангел-помощник или ваше высшее Я через ваших ангелов? И приступаем от слов к делу. Итак, ваша сигнификация, дорогие девочки. Вы человек надёжный. У вас хорошая материальная основа должна быть в принципе по вопросу денег и финансов. Либо устойчивости. Вот так твёрдо стоять на ногах, как говорят. У вас это всё присутствует. Если вы захотите, с этим проблем не будет. Хотя бы по потребности у вас всегда должны быть денежки. Они должны приходить к вам. Умеете зарабатывать. Для вас должна обязательно дисциплина. И также умение подкапливать, сберегать и правильно расходовать ресурсы. И финансовые, и энергетические. И обратите на это внимание. Также желательно, чтобы... Знаете, как ваш дом, ваша крепость. Вот не с точки зрения эмоций излишних. Смотрите, у вас сам ангел-хранитель вашего. Вот он. Четырнадцатый аркан. Умеренность. Для вас информация такая, что здесь нужно. Не нужно торопиться. Нужно научиться владеть своими эмоциями, своими энергиями. Обязательно. Вам многое дано. Возможно, у вас есть даже целительский дар. Таланты у вас есть обязательно. Вопрос, как вы их развиваете. Пользуетесь ли вы ими. Также вам нужно не терять связь с высшим вашим Я. С ангелом-хранителем. С ангелами-помощниками. Обращайтесь напрямую. Можете через молитвы. Можете через ваши просьбы. Через ваши благодарности. И потом просьбы подсказать вам что-то в каких-то ситуациях. И прочее давать запросы. Потому что, очевидно, вы это делаете не так часто. И вот здесь уходит. Посмотрите, ваш какой-то отдых. Ваш статус. Вам показывают, что нужно. Подумать о себе. Вам нужно о себе позаботиться. Отдохнуть хорошенько. Морально расслабиться. Морально и физически. Сон, отдых. Поменьше каких-то мероприятий. Либо возлияний. И с питьем здесь вообще аккуратнее нужно быть. С какими-то затяжными гулянками также. Здесь речь идет о здоровом отдыхе. Прогулки на природе. Лес. Где-то правильное питание. Но не зловредное. Вот это когда это можно, это нельзя. И человек сидит, блин, условно говоря, на одной сосиске. Хотя это тоже вредно. Ну там, не знаю, на чем-то. На яблоке. Это очень временно. Здесь нужно с трезвой головой. Да, смотрите. И особо не уходить. Без фанатизма, в общем-то. Может быть, все только в нормальном сочетании. Не переедая. Но, в общем-то, девочки дорогие, я думаю, вы здесь очень хорошо меня услышали. Да, эту информацию, которую вам передает ваш ангел-помощник. А вот ангел-хранитель, здесь нужно налаживать связь, когда обращаться. Потому что ангелы ждут помощи, ждут запроса. Он рядом с вами. Он вас оберегает. Он вам подсказывает, знаки вам дает. Так, в качестве, не в качестве, а сейчас давайте про любовь и отношения зададим вопрос. Так, ну вот здесь идет какая-то непримиримая возня. Что-то, знаете, как игра характеров. И можно очень сильно ранить друг друга. Здесь есть какая-то принципиальность, упертость, стоять на своем, не мягкость. Опять, карта трех печалей в любви. Очень многие из вас столкнулись с предательством, с изменой. Так показывают. И вы уже дуете. Прям дуете, придуете на эту воду, да, обжегшись на молоке. Прям не передуете. И у вас будущее ваше замечательное, оно пока закрыто. Либо вы не делаете ставок в будущем, да, на это светлое чувство про любовь и прочее. Здесь вам показано, что нужно характер свой изменить. Обязательно прекратить манипулировать. Вам нужно добиваться успехов. Вы можете очень многое сами на самом деле. Но почему-то свои таланты, где-то свой дар. Или профессиональные навыки умеете, умения не используете в должной мере. Почему-то иногда вам лучше как-то сманипулировать, что-то недоделать. Или переделать так, что будет прям кисло, тушно. И перебор, да. Золотая середина должна быть во всем. Вот о чем говорит здесь и баланс, и бумагу перевернутому. Нужно, чтобы все было хорошо. Девочки, многих из вас ожидает переезд. Переезд, переменное место жительства. Либо поедете отдыхать. Может быть, в командировку какую-то поедете. Не совсем на отдых, но что-то переключение. Также многих из вас ожидают перемены и в личной жизни. То есть, возможно, у вас будет тут какое-то путешествие к человеку. Он может быть моложе вас. А может быть, здесь просто еще чувства пока непонятны. Эмоции как бы есть, и импульсность идет. И импульсность на доземлении у вас же очень хорошее оно. Вам надо с точки зрения комфорта, некомфортно. Чувствуете комфорт к человеку? И сердечный, и всякий разный. То да. А здесь показывают, если будете на одних эмоциях, то есть эмоциями руководить, руководиться, как правильно сказать, основываться только лишь на эмоциях, то можно сделать неправильный выбор. Здесь как раз такие манипуляции, капризы, вести себя как ребенок, что вам совершенно не свойственно и нежелательно. Делать вы человек ответственный, вы можете принимать решения определенные, вплоть до того, которые поменяют вашу жизнь вообще. Это действительно переезд какой-то, что-то решение какое-то серьезное, которое приведет в итоге к улучшению. Смотрите, здесь еще большую дорогу показывают закрытой. Сейчас посмотрим, почему. Это какие-то перемены более глобальные или же серьезные переезды пока почему-то тут закрыты. А вам нужно научиться договариваться. У вас дороги закрыты. Это, знаете, как говорят, пути дороги закрыты. Это к улучшению к вашему. Вам нужно работать, работать и работать над улучшением себя. Если вам не нравится ваше место работы, можно искать другое. И вообще лучше делать свое хобби. Любимое занятие своим делом для финансов. Для того, чтобы у вас денежки были зарабатывать на этом. Получаю удовольствие колоссальное. Здесь есть созависимость. Либо зависимость показывают так, что у вас какие-то отношения или союзы ваши. А может быть даже это и рабочие, и по бизнесу что-то. Не только любовные романы. А здесь идет какой-то негатив, внедрение негатива. Здесь надо либо чиститься, либо вам осознанно смотреть, с кем вы общаетесь. Кому у вас какое ощущение, какие у вас пробирают эмоции. Может быть вам просто непонятно, непонятно, по каким причинам с человеком. Потому что здесь идет закрытие путей и дорог у вас. Как по любовной сфере, так и по профессиональной, да, тоже может быть. Это как раз таки, вот только начинаются союзы, да, и только у вас все вроде более-менее хорошо. И потом раз, и какая-то ерундистика пошла. Ссоры, расставания, разбеги. Понятно, что еще характер. Там нужно посмотреть каждый при своем мнении. Но здесь идет какая-то, знаете, прям негативная программа все-таки. Может быть, даже где вы надеялись. Какой-то совместный проект с человеком. Бизнес. Неважно, какие дела. И все может быть. Ты мне, я тебе. Но я смотрю, сколько ты мне дашь, да. Такой вроде взаимозависимость. А может быть и, вы знаете, как на ровном месте кажется, что все вроде бы развитие началось. А потом раз, какие-то кузни дьявольские, да. То есть вот так, что с этим делать. Может быть, это на ближайшее дело или навстречу на какую-то вам. А что здесь нужно, чтобы был порядок. Здесь прям нужно обязательно план составить. Что, как, зачем, почему здесь логика должна хорошо работать. На эмоциях нельзя, повторюсь. У вас прям идет четкая структура, логика, структура, критическое мышление. Как-то вот так. И тогда все наладится, какой будет ракурс у нас здесь. Еще пока шаги не сделаны. Какие-то серьезные, чтобы говорить. У кого лучше или в худшую сторону, все равно посмотрим. У вас может пойти такое разрушение, когда нужно будет все почистить. И потом начать заново. У вас действительно может быть переезд, смена работы и новые отношения какие-то. Причем скупка вам, королем. Есть у вас сейчас или нет отношения. Но вот показано, что ваши отношения будут скупка вам. Может быть, человек себя проявит более с любящей стороны. Проявит свои чувства, которые есть сейчас. Может быть, это будет новый. Ну вот так. Какие еще предупреждения или знаки для вас? Так, сомнения. Что здесь по сомнениям? Чего сомневаетесь? Уходить или не уходить на поиски счастья? Пустая карта. Ну, этот вопрос назрел. Что ж такое? У вас в поиске счастья, они должны принести вам такое состояние, когда у вас будет дом, полная чаша. И это не эмоции. Это как раз таки забота. Это как раз таки, когда вы чувствуете себя уверенно. Вы защищены человека, мужчиной. Может быть, своими близкими. Может быть, сами собой, вашими стенами. Это тоже может быть. Но мужчина в вашем случае должен быть император. Тот, который позволит вам стать женщиной. А вы, в первую очередь, должны позволить стать женщиной себе, сами. То есть, да, вы можете очень многого добиваться. Тем не менее, вам нужно показывать в определенный момент то, что вы женщина, некую вашу женскую слабость. Тогда на вашу энергетику притянется правильный мужчина, любящий и решающий задачи, проблемы, берущие на себя ответственность. Ну, вот так, дорогие, вот такое послание для вас от ангела, вашего помощника. Ну, мы не видим здесь. Есть некие разрушения, но, в общем-то, нужно смотреть. Просто соломочки можно по себе уже постелить, да. И лучше всего, вот так как дороги закрыты, здесь видно, что козни. Ну, энергетически выстраиваться более высокими вибрациями, подпитываться, да. Как-то здесь есть масса методов, как улучшить положение, как улучшить качество жизни. Если желаете, можете обратиться индивидуально. Смотрю я по фотографии в каналах «Яснознание», «Ясновидение» и также на «Картах 2». Я просматриваю, читайте, пожалуйста, информацию под видео, кому интересно. Может быть, вы еще задали какие-то вопросы и посмотрите другие варианты. Вот, я же желаю вам, чтобы все у вас было наилучшим образом. Не во вред, а только во благо. Надеюсь, что вы с удовольствием поставили ваши лайки. Напишите комментарии, все будет замечательно. Давайте второй вариант смотрим. Дорогие, кто выбрал второй вариант, что у вас? Что у вас, как у вас? Что желает сказать вам ваш ангел-помощник? Так, но здесь во главу угла идет опять же какой-то момент мышины возни. То есть, если вы считаете, что у вас проблемы, кто-то вам палки в колеса ставит и прочее, вам нужно посмотреть на самом деле, как вы реагируете на эту возню. В общем-то, собаки лают, а каврован идет. Давайте посмотрим, что еще. Я надеюсь, что вы поняли информацию, да? Делать свои дела. Девочки, у вас мир и тишь гладь да божья благодать. Нужно обратить внимание на свой дом. Здесь, смотрите, кто-то вас может просто подводить и лишать вас некой структуры. У вас три старших аркана сразу. Судьбоносные повороты событий, судьбоносные моменты. Здесь говорят, что вам научиться нужно быть самой собой, как бы то ни было, не надеяться на какого-то представителя, на какого-то представителя чего-то. Или же на представителя, может быть, как раз-таки на мужчину противоположного пола. Здесь показано не быть мужиком в юбке. И у вас уже есть то, что вы себе проработали, наработали. У вас есть вообще состояние значимости своей собственной. Вы умеете понимать себя, понимать окружение. И вы будете там, где вам хорошо на самом деле. Вам в вашем доме должно быть хорошо. В вашем окружении, в вашей семье вам должно быть прекрасно. На той работе, где вы работаете, тоже хорошо. И сейчас вам показывают, что у вас пути и дороги открыты. И вам нужно идти вперед по дураку, по шуту. Вы сами выбираете свой путь. Куда вам? В темное или в светлое? К темным или к светлым? Вот так. Вы никому ничего не обещаете. Вам тоже у вас есть право выбора. И вы идете как бы посредине, но вы идете свободными. Но вы можете делать выборы. Вы можете знакомиться с новыми людьми. Вы можете начинать что-то новое, интересное для вас. Отпустить ситуацию напряжения и держания контроля. Здесь нужно пожить для себя. Я повторюсь, возможно. Но как-то вот так говорят. Ну не эгоистично, скорее всего, для нового опыта. Вы на каких-то новых стадиях. У вас вроде все хорошо, но не все. Чего-то еще не хватает. Пожалуйста, новый опыт вы можете получать. Стремиться к чему-то новому. Еще. Дорогие, у вас будут какие-то переживания с прошлым связанные. Это кто-то может появиться из прошлого. Это человек, или это первая любовь, или это вообще кто-то, какая-то поддержка. Но то, что вы уже, может быть, даже и забыли. Здесь нужно обязательно, здесь нужна трансформация. Потому что на старое ваше мышление, какая вы есть, это будет как бы тягость. А если вы уже трансформированы, вы трансформированы, уже по-новому как-то смотрите здесь и сейчас, и ваше светлое будущее, то этот опыт прошлого, он будет вам... Ну-ка, давайте еще уточню. Так, два аркана вышло сразу. Это как счастье. Это как какой-то счастливый случай. И да, это счастливый случай. Это как раз-таки надежное что-то. Это, знаете, это даже, может быть, поддержка семьи и близких, тех людей, которых вы очень давно знаете. Либо съездить на место силы. Ну, там, где вы родились, там есть у вас место силы какое-то. Пообщаться с теми людьми, которые вам близки. Вспомнить о своих родных. Здесь такая информация идет, дорогие. И кто-то еще может появиться из вашей жизни просто как счастливый случай, и вам какую-то мотивацию дать, поддержку дать. Это может быть и просто дружба или родственники, а может быть даже человек, влюбленный в вас. Или любовь первая. Или просто кто-то из прошлого, дорогие. Вот как у вас оно срезонирует, как у вас будет, пишите, пожалуйста. И вот аркан вышел, сам выпал. Одиннадцатый. Как начальщик весов, проходите уроки свои собственные. Если вы идете в позитив, вам, скорее всего, на позитиве будут вас выносить. А если вы негативите, то у вас сейчас обостренное вот это вот состояние, когда, ну, вас тогда и будет кидать по-всякому. Здесь нужно соблюдать, в первую очередь, нейтралитет. Вот. И понимать, что сказанное вам и сделанное, оно как бы имеет обратный результат, да, а-ля ответ. Вот. Поэтому тут не надо как бы раскачивать. То, что должно быть нейтрально, аккуратненько, да, гармонично. Не нужно раскачивать мост, на котором стоишь. Ну и что там, ветку, на которой сидишь, да, раскачивать. Ну, особенно пилить. Здесь какое-то внимание, аккуратность, осторожность, договоренность, миролюбие, мир, договориться. Но еще здесь кармически что-то тут, либо сила рода встает на вашу защиту, дорогие. И трансформация обязательно, потому что-то с прошлым связанное у вас будет. У всех разные ситуации, дорогие. Если вы хотите узнать по вам конкретно, да, нюанс, если вас резонирует, обращайтесь. Индивидуальная информация есть под видео. Работаю я, смотрю по фотографии и на картах второй, и также в каналах. Если на знание и сновидение, информация идет разными путями. Так что обращайтесь. Здесь еще нужно обратить внимание, не все то золото, что блестит. Если у вас сейчас не очень хорошо по финансам, у вас поддержка все равно будет, она должна быть. Здесь еще речь может идти о любви, о настоящей, о серьезных чувствах в вашей жизни. И здесь, смотрите, могут быть некие манипуляции вашими чувствами. Особенно вас могут держать манипулятивно на том, что разойдемся. В случае чего, да, расход. А может быть вы уже расстались, и у вас еще до сих пор рана не закрыта, ноет сердце, душа болит и прочее. Здесь какой-то как урок может быть с окончанием, да. И вы прям вот никогда так прежде не любили, да, как в песне поется. Выбор здесь влюбленный, это очень серьезно, здесь что-то идет. Это что-то новое к вам или это старое. Девчонки, здесь показывают разрушение третьей лица. И вот здесь вы посмотрите, как ангел-хранитель сражается, да, с темными силами. Ну как бы идет, как... Здесь очень интересно. Здесь некое разрушение показано, но свет, светлые силы борются с темными, да. То есть некое разрушение, возможно, это и нужно было разрушить, потому что здесь у вас состояние, что здесь третье лишнее, здесь дама пик. Возможно, вам самой нужно быть такой, да. А человека, здесь выбор должен быть, либо это любовь, либо это, ну, не совсем. Вы могли любить по-настоящему, да. А вот вас... И здесь, в принципе, возможно, некое разрушение надо уже к лучшему. Ох, все до основания, а вот затем, да, идти к чему-то новому. Да. Здесь ваша сила, девочки. Через вот эти сложные ситуации ваша сила. Умение владеть не только собой, но и опасным противникам, а также человекам. Но в хорошем смысле слова мы не говорим о манипуляциях зловредных. Здесь идет речь о том, что вы становитесь сильнее. И вы можете справиться с ситуацией, если кто-то пытался сесть вам на шею, крутить, вертеть вами как-то, все это выходит наружу, и вы со всем справляетесь. И если вы думаете, что невеста ушла, и все плохо, ну или жених, то, как в песне опять же поется, неизвестно, кому повезло. Дорогие, у вас тут колесо судьбы. А вообще ваш ангел-помощник хочет сказать, что у вас серьезные изменения, трансформации очень большие, вы можете кардинально поменять свою жизнь. А здесь вы можете столкнуться с какими-то событиями, которые сложно противостоять, они как бы должны были случиться, и все циклично. То есть вы из темноты, из плохого состояния, вы выбираетесь наверх, вам будут шансы даны. Шансы нужно будет использовать. Какие они будут, вы сами посмотрите. Кстати, на дне колода у вас императрица. Все что угодно. Здесь вам нужно свой потенциал повышать и верить в себя. От замужества до повышения и по работе, и рождение детей у кого-то будет, и вообще продление рода, достижение своих целей, девочки. Вам судьба здесь благоволит сама. Если вы думали, что у вас все плохо, вас там бьет по разным сферам, обратите внимание, здесь у вас, наоборот, открываются пути и перспективы. И вам нужно расширять, потому что это может быть и за границей. То есть вы где-то можете по всему миру, как говорится, по возможности, и общения быть, и развитие. Можете достичь таких результатов, которых вы сейчас даже не представляете или боитесь себе представить. Ничего подобного. Верьте в себя. Все у вас должно быть только наилучшим, наивысшим образом. Вот так. Вторые варианты. Такая у вас информация. Я надеюсь, вам было интересно, полезно. Ну что, пусть все будет только наилучшим образом. Я надеюсь, что вы с удовольствием поставили лайки. Это ваша благодарность за мой скромный труд. Ну и пусть только хорошее сбывается. А плохое прорабатывается, да, и все. Уходит. Хорошее пусть приходит. Ну вот так, дорогие мои. В принципе, у вас проблемы особых-то, вот, чтобы кто-то вам палки в колеса, их нет. Со всем можете справиться. Вы же императрица, да? Набирайте свою энергию. А мышиная возня – это не для вас, а не про вас. Более глобальные цели ставьте и достигайте их. Третий вариант. Третий вариант. Что здесь у вас, дорогие? Третий вариант. Давайте посмотрим, что хочет вам сказать ваш ангел. Помощник. Ваши высшие я. Как вам будет удобней. О, девчонки, у вас некая зависшая ситуация, да? Давайте сразу посмотрим, что это может быть. Что такое? Девчат, вот здесь очень схожи, но не буду. Здесь идет речь о неких манипуляциях. Это все возня такая, на которую вам не надо отвлекаться. Выводы делать нужно. Ваше окружение пытается вами манипулировать или как-то вас выводить на негатив. И здесь лучше действительно подвиснуть, возможно, на какой-то момент времени, потому что ваша сила и энергия, она нуждается в подпитке. И какой-то, знаете, сейчас ход конем, лошадью. Сделать вид, да, что вы немножко подвисли. Перезагружаетесь. И потом взять матч-реванш, да, или как сказать, реванш. Воспользоваться своими способностями, вашими знаниями, вашей где-то упертостью. Вы очень хороши в определенной области, может быть, в какой-то сфере деятельности, да, вашей. А может быть, вы вообще разносторонний, интересный человек. Мало того, что эрудированный, но вы еще и умеете очень много. И в каждой сфере, куда бы вы ни шли, вы достигаете высоких результатов. Сейчас вам показано, что нужно, ладно, подвиснуть, но выходить из положения как-то особыми, интересными путями. Может быть, вам будет открыто что-то вот в этом положении, в зависшем, да. Какое-то, придет какое-то знание, какой-то инсайт. Через эту возню вы обретете уверенность в себе. Ваши способности вы можете начать как-то продвигать, да, в силу, в себе, вот, почувствуете, или, как это правильно сказать, особое состояние. В каком-то варианте, я уже говорила, что собаки лают, караван идет. Это ваша ситуация. Невзирая ни на что, палки в колеса вам какие-то. Это завистники, сплетники, зловредники, которые, в принципе, и яйца не стоят, и на вашем пути это так. Тут надо двигаться вперед, дальше. Здесь, смотрите, вот у вас кармическая ситуация немножко сложновато вам. Вам нужно развернуть на себя. Да, вот опять же, посмотрите, здесь идет борьба света с темнотой, да. Как на чаше весов, все. Куда вы, каким путем, как вы будете. От вас очень многое зависит, естественно. Ага, частично информацию закрыли. Девочки, у вас здесь калису судьбы. В каком-то из вариантов оно четко. Только у вас здесь, знаете, сложно. Сложновато идет. Не все получается сразу. Что-то вы еще не знаете, еще не поняли, как действовать, да. Ту ситуацию, может быть, которую вы задумали, загадали. Здесь, знаете, здесь есть тайные ваши собственные тараканы. И страхи, они могут очень сильно влиять. Речь идет о том, что нужно все равно идти. Хоть ползти, хоть как, но вперед, вперед и вперед. Потому что Луна вам все равно путь освещает. Не надо бояться. Здесь очень много страхов. Собственных, внутренних. То, что отложилось у вас еще когда-то издалека. Какой-то негативный опыт, он откладывается, откладывается, откладывается. И вы еще как бы проходите эти уроки здесь и сейчас. Очень сложно. И ваш ангел-помощник желает вас или хочет вам помочь, поддержать. Здесь частично вот эта информация, которая закрыта, опять же говорит о том, что нужно все-таки просить помощь высших сил вам помочь. Вы не все можете сделать сама. Это понятно. И помощников таких у вас мало. Поэтому как бы самой нужно стараться достойно проходить свои уроки и прочее. Страхи, они иногда, как инстинкт, он может быть полезен. Но если вы уходите слишком вот в это состояние прострации, туда начинаете самобичевать себя, что-то очень много думать, где-то там заниматься с фанатизмом, непонятно как, у вас может быть просто горе от ума. Приумножая ожидания, приумножая печали. Вот что-то такое. И стараться выходить как-то больше, ну, наверное, на позитивчик, что ли. Давайте посмотрим. Ой, девчат, ну вы здесь тоже. Вы как-то, хочешь, готовься к войне, вы очень подозрительны, боитесь или переживаете, что вас, да, тут даже... Девчат, ну тут негатива много у вас, и нижний астрал рулит. Вы можете плохо спать, не доверять себе, не доверять окружающим, быть постоянно в... ну, как на иголках быть, постоянно в состоянии обороны. Но у вас действительно может быть некая дама, это может быть взрослая женщина, это может быть с какими-то способностями дама. И энергетически очень такое разрушительное, что-то здесь в ней есть. Это может быть и шефиня, и коллега по работе. Вот что-то такое. Может быть, какая-то родственница здесь есть, или же подруга. Может быть, старший, но не обязательно. Тот, кто, казалось бы, может вам дать какой-то совет, или как-то поддержать. Нет, здесь идёт что-то другое. Совершенно другое. Здесь негатив идёт. Какого-то человека. И вот вам как бы удача ваша... Вот здесь удачу вашу забирают кто-то, девочки. Удачу, везение, подвох, подклады какие-то есть, или подклад свиньи, говорят, да, но есть и магические. Бояться-то не надо всё-таки здесь. То и так ваши страхи, да. Тут страх за страхом, бессонные ночи показывают, подсадки. Ну, в общем, если вы желаете, можете обратиться индивидуально. Если у вас резонирует, конечно. Чувствуете не ваше? Смотрите другое видео, пожалуйста, да, сразу. Если вот чувствуете, что, ну, резонирует, да, здесь вас всё-таки больше предупреждают, что же вам делать. Давайте спросим. Да, здесь есть некое уныние и усталость, как бы, пресечение и разочарование. Есть то, что вас раньше радовало, сейчас какое-то прям уныние. Знаете, очень похоже на латентную депрессию. Серьёзно. И вот небольшие, да, негативные какие-то моменты. Если вы сами в себе вот ещё будете подавлять этот позитив и не верить в себя, здесь осознанность должна быть, дорогие, вы не верите в своё счастье, вы не верите, что может быть уже что-то лучше. То есть в конечном итоге у вас здесь такие конфликтные ситуации, которые приводят вас к раздражению себя самой, другими людьми, да. Вы можете очень мягко стелить, да жёстко спать. Можете быть при своём мнении опять же оказываться, даже если вы не правы. Понимаете, здесь и счастье уходит у вас из-под ног, просто вы его упускаете. А счастье было так близко. Человек здесь показан, да, очень надёжный. И может быть вы внимания не обращаете, а может быть вы с ним что-то как-то недооценили. Да нет, у вас здесь даже как семья показана, девичья, да нет. Или у вас человек есть, но вы здесь либо в тайных домах, либо вы как подруга идёте, да. Возможно, вам человек нравится и хотели бы вы с ним семью построить. Но здесь получается пока что закрытость какая-то. Всему своё время. Здесь переходные моменты есть, у кого-то дорога с этим человеком или к этому, или в новое, сложное, тяжёлое. Я ещё показываю, да. Так, а ну-ка ещё. Ангел-хранитель ваш. Так, дорогие, вот здесь опять же эмоции излишние вредны. Почему-то дороги большие закрыты, прям большие, серьёзные переходные моменты. Ну да, завершая ситуация. И оно всё может быть пока ещё шагов не сделано определённых. Так, позитив или негатив, что ещё? Девчонки, здесь у многих разбитое сердце. Понятное дело, и оно как-то влияет на ваш момент здесь и сейчас. Есть негатив, есть страхи. То, что мешает вам развиваться, не сделаны шаги. А у вас, может быть, всё хорошо. Может быть, вы ещё и ставку поставили не на того, либо не на тех. Разобраться в вашем окружении нужно обязательно. Так, если это любви и отношений касается, что здесь? Девчата, здесь на будущее нужно аккуратными быть. Слишком впереди паровоза не бежать. Вперёд надо здесь и сейчас ещё что-то закрыть. Какие-то гетштальты. Разобраться. Перспективы хорошие у вас есть, так или иначе. Такс. Здесь тоже показывают, что нет отдыха. Девочки, в каких-то вариантах было. Можете посмотреть, получше узнать, да? Как срезонируют. Сами тяжело тащите. Сами помощников нет у вас. И ситуация такая, что воля, что неволя. Девчонки, вам по сути, здесь либо палки в колёс оставляет кто-то, либо вам здесь показано, что вы должны быть уверены в себе. Вам нужно научиться. Здравомыслие, да, чтобы было, чтобы критичность мышления была. Это очень важно. Здесь показывают, что вам не нужно бояться перемен. И думать о себе. Что о вас кто-то подумает о том, что вы плохая. О том, что вы эгоистка такая, рассекая. Поменьше заблуждений, побольше, ещё раз повторюсь, здравого, логического мышления. Вот. Такой период здесь и сейчас вам не помешает. Да, осознанность. Совет, рекомендация. Буквально один аркан. Девчонки, ну тут ещё закрыта информация. По большому счёту, вам нужно либо обращаться индивидуально, либо шаги ещё не сделаны какие-то, нужно их делать. То есть, а можно всё вкупе, да, совместить информацию пока ещё у вас. Такая под вопросом. Чёткая, конкретная, на какое-то время, значит, вам нужно что-то делать и шевелиться, как говорится, уже здесь и сейчас. А что вы будете делать, это уже вам нужно понять, решить и прочее. Вот такая вам информация от вашего ангела-помощника. Ну что, дорогие, да, у вас здесь здравомыслие, договор. Вот идёт, видите, туз перевёрнут, но на дне колода мечевой. Это ясность, мышление и чётко понимать, что вы хотите. Сначала ум, логика, потом уже как-то вот всё остальное. Ну вот так, дорогие. Я надеюсь, что вам было интересно и полезно. И вы с удовольствием ставите ваши лайки. Это ваша благодарность за мой скромный труд для вас. Ну и пусть всё хорошее сбывается, а плохое уходит. Для тех, кто желает обратиться индивидуально, повторюсь, кто не слышал, читайте информацию под видео. Учитывайте, пожалуйста, обязательно время, указанное в информации для написания ваших заявок. Ну что, подписывайтесь на мой канал, кто ещё не подписался. Извините в колокольчик, чтобы нам не потеряться. А вы могли легко попасть на следующие наши встречи. И до новых встреч. Пока-пока.